Добрый день. Хочу откровенно поделиться результатами своими. Я имею в виду свой собственный бизнес. Я не буду называть, каким-то образом рекламировать свою компанию и продукт. Я просто скажу, в какой сфере я действую и какие у меня результаты. Неполных 8 месяцев. 5300 с лишним человек, партнеров. В 37 странах мира. Бизнес создан в интернете. Продукт материальный, физический. Доставляется курьерской службой на дом. Во все страны мира. Чек от товарооборота организации растет и за 8 месяцев с первого чека, а первый чек был 1500, вырос почти в 10 раз. Вполне приличные доходы и вполне приличные результаты. Я вот думаю, в чем причина? И можно ли сделать бизнес еще более эффективным? Причина в том, что продукт, идея, бизнес, организация сбыта, система построения организации партнеров. Все это вместе. Плюс ситуация на рынке совпала и дали вот такой результат. Продукт распространяется вирусно. И сделано, организовано это распространение не само по себе вирусно. Вот такой продукт замечательный, что оно раз и распространяется. Один, как говорят, чекнул и заразил десятки людей вирусом. И те продолжают. И те, и те. Как эпидемия, как лесной пожар, как стремительное распространение, неуправляемое и неконтролируемое. Нет, конечно. На рынке не те времена, чтобы такой результат иметь. Требуется усилие, требуется понимание процесса и время. Но, тем не менее, элемент вирусности явно присутствует. Ну, первое, почему? Ну, вообще, для того, чтобы немножко теории. Если вы обратитесь к литературе, которая... И вообще к материалам, которые описывают, что такое вирусное распространение какого-то продукта, товара, услуги или идеи, то вы определитесь, что для того, чтобы это происходило, первое, главное условие – идея, продукт, товар, то, что подлежит распространению, должно быть достойным того, чтобы это распространялось вообще. То есть идея должна быть весомой, животрепещущей, волнующей большое количество людей. Второе – о людях. Нужно идентифицировать группу людей, на которых ориентирован этот продукт и товар. Чем шире представлена на рынке эта аудитория, чем больше по количеству людей заинтересовано в получении такого продукта, тем больше шансов на то, что этот вирус будет стремительно распространен. Третье – нужно донести до людей саму суть, как можно быстрее, до большого количества людей, чтобы выявились лидеры. То есть люди, которые возьмут на себя организацию распространения этого продукта. Нужно как можно быстрее донести важность идеи, ее значимость и ее полезность для большого количества людей. И сделать это надо тому, кто организовывает процесс, как можно быстрее, чтобы появились очаги. То есть люди, которые возьмут на себя лидирующие позиции, лидирующие положения. Четвертое – нужно продумать систему и дать инструменты людям, которые будут этот вирус распространять. Чтобы у них была готовая машина, механизм, комплект инструментов или каких-то материалов сопутствующих. Вообще целый комплекс возможностей, чтобы они могли не сами по себе, как попало, неорганизованно, а системно распространять эту идею. Мало того, что они возбуждены от ее полезности лично для каждого из них, но они еще имеют инструменты, какую-то систему для того, чтобы это было сбывать. Можно было сбывать. Четвертое – нужно их научить простым действием. Они должны знать, что делать, как говорить, как распространять этот продукт. В третьих или в пятых, уже не знаю. Нужно сделать все, чтобы постоянно вызывать у людей удивление, восторг. Чтобы потрясти их спокойствие. Вот это да! Неужели это правда, должны говорить люди? Вот это да! И это достигается только одним – результатами, которые производят этот продукт, распространяемый вирусом. Истории людей. И, наконец, нужно заранее примириться с тем, что вирус не вечен, что у него существует определенный жизненный цикл, и что рано или поздно такое стремительное распространение завершится. Вот основы, на которых...